всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 21 октября и вот только что мы закончили все посадки лука чеснока ну почти все большинство и я в том числе и о посадках под зиму я говорила очень много я снимала видео семь или восемь раз и о том как грядку готовить и какие сорта нужно садить и что еще о преимуществах говорила что это и дешевле что мы сеем вот такую крошечную овсюшку которая очень очень много в килограмме и что это экономит время весной но все таки не все высаживают лук осенью некоторые делают это весной и вот тут самая главная проблема которая хочу поговорить вот сейчас я купила лук главная проблема как сделать чтобы лук посаженной посеянной весной он не ушел стрелку это бич луковых посадок обязательно у кого-то меньше у кого-то больше стрелки у кого-то вообще весь идет стрелку нам нужно разобраться именно от чего это зависит но насколько я знаю и по своему опыту по разговорам по информации в печатных изданиях это зависит от хранения от режима хранения от соблюдения режима хранения если мы будем правильно хранить его он у нас не пойдет стрелку ну или может быть выборочно там один два или пять штук но не массовые как нужно хранить вот смотрите я купила сейчас лук в магазине но обычно те кто свой сивок не высаживают а покупают в магазине они берут его весной а а до этого он весь этот длительный период с сентября октябрь найбер декабрь январь февраль март апрель в апреле берут или в мае все это время он хранится в холодных складах и даже если вы немножко его как прогреете весной то скорее всего это уже не исправит на сто процентов ситуацию вы знаете что единственный способ который мы делаем весной от стрелкования это прогреваем или там на батареях или на солнце много способов прогревания даже в горячую воду опускают да это исправляет ситуацию но частично там у них в луковицах которые неправильно хранились весь период в холодной температуре у них уже заложена стрелка и даже если мы его прогреем половина все равно они выйдут наружу так это лук магазинный поэтому я вот сейчас сразу вам скажу что выгоднее всего покупать лук осенью сейчас заготовить и хранить уже так как нужно почему еще выгоднее осенью вот сейчас у нас был когда период массовых посевов под зиму лука лук стоил 150 рублей килограмм вчера я взяла я взяла лук на перо ну вот на подоконнике выращивать за килограмм уже 75 рублей они его резко уценяют в октябре в конце октября потому что завозят обычно лука больше чем люди покупают и вот осенью вы можете купить его в два раза дешевле и даже если он у вас весь не сохранится будет там какой-то отход все равно это экономически выгоднее во первых вы убьете два зайца во первых и будете хранить правильно чтобы он не ушел в стрелку а во-вторых вы получите экономию вот 75 рублей килограмм севка это но это очень низкая цена неизвестно какая цена будет весной но нынче осенью было 150 рублей иногда она у нас и за 200 поднимается весной начинается ажиотаж а у вас уже всего будет заготовлен так вот это правило сроки покупок теперь про магазины я сказала что там хранится как обычно неправильно но там нет у них условий угождать это может нашему севку сначала в холоде потом в тепле если вы купите сейчас осенью вам нужно сделать так первые четыре месяца его нужно положить в прохладное место но идеально конечно вот как у меня в частном доме у нас есть подвал в котором 7 10 градусов 5 7 10 вот такой там холодно ну там не очень сыро и вот такой в подвале его подвешить просто в чулочек в сеточку в мешочек и он там до февраля или до начала марта должен храниться но потом обязательно два месяца это у нас март апрель вы его должны поднять и держать при комнатной температуре а в самом конце последние две недели вообще при повышенной температуре где-то или на батарею раньше на русских печках прям просто его в коробке клали и на русской печке для того чтобы он хорошенько просох прогрелся пропарился и вот такой способ хранения что сначала холод потом тепло позволяет избавиться от большего но от большинства стрелок вот стрелку не пойдет может быть какие-то даже уйдут стрелку но оставьте пусть этот вот расцветет и лук чернушка будет посеете куда нибудь вот это вот про стрелкование лука есть много статей конечно у каждого вот кто много-много лет выращивает у каждого есть свои методы кто-то может быть еще что-то придумывает чтобы избавиться от стрелок но вот вот такой способ хранения соблюдение вот таких режимов это издавна это вот известно всем опытным огородникам что сначала мы держим его в прохладной а да почему нельзя держать при комнатной температуре он вообще прекрасно хранится и при комнатной температуре он бы и мог бы и дома тут полежать но дело в том что он луковки маленькие они сильно высыхают вы потеряете 50 процентов того что купили все кто сами выращивают головку они знают что вот это вот маленькая овсюшка не сохраняется вообще до весны вся высыхает одна остается шелуха все поэтому ее желательно посадить осенью и даже большие головки некоторые если вообще хранить в тепле все время возьмешь их они пустые все это знают что он очень высыхает он маленький у него такой небольшая масса тела не хватает до весны только из-за этого мы кладем его сначала в прохладное чтобы он как в холодильнике полежал чтобы он не иссыхал не испарялась вот эта вот масса а потом уже в тепло и вот если попробуйте один раз сделать так купить осенью подержать в холодном но более-менее в прохладной температуре потом феврале в марте достать месяца два подержать при комнатной температуре том две недели прогреть и вы увидите может быть действительно на вашем луке не будет ни одной стрелки ну вот у меня две три стрелки когда появляется я не считаю что это идет лук в стрелку исключение есть из всех правил все до свидания с вами была ольга чернова я вот сейчас сижу как раз на заказах и вспомнила что не все же высаживают лук осенью высаживают даже меньше осенью обычно все оставляют на весну но вот это нужно знать сейчас как раз тот самый период когда можно заготовить купить лук сивок и правильно его хранить в течение всей зимы и посмотреть действительно ли помогает вот такой способ хранения или нет я к сожалению весной садить не буду я уже посадила взяла вот эти луковицы на перо для того чтобы поворачивать но дело в том что купить можно его сейчас не только на перо но и для весенних посадок до свидания все желаю вам на будущий год хорошо посадить лук и чтобы не было стрелочек